СПК «Харп» СПК «Харп» Как отметил председатель СПК «Харп» Николай Колесников Подрядчик компании «Извостроитель» Ответственно подошел к своим обязанностям Объект удалось построить за год Большое спасибо строителям Нашим подрядчикам В лице Терентьева Олегу Михайловичу Он представляет данные организации строителей Не считая со временем С погонным условием Все-таки они возвели этот объект И сдали его нам в должном виде Поздравить работников сельхозпроизводственного кооператива С новосельем и профессиональным праздником Сегодня пришли глава Заполярного района Алексей Михеев И руководитель профильного окружного департамента Сергей Андреянов Который зачитал поздравительный адрес От имени временно исполняющего обязанности Главы региона Александра Цибульского Открытие нового здания молочно-товарной фермы СПК «Харп» Это ощутимый шаг на пути реализации Окружной программы по развитию Агропромышленного комплекса Возможность строительства таких молочно-товарных ферм Обеспечивает перспективу устойчивого повышения Экономической эффективности отрасли молочного скотоводства А также укрепление конкурентоспособности Хозяйств в современных рыночных условиях В церемонии открытия фермы Принимал участие и подрядчик Гендиректор компании Извостроитель Олег Терентьев Он вручил символический ключ От производственного объекта Заместителю председателя СПК «Харп» Надежде Каневой После этого торжественное перерезание красной ленточки Стоит отметить, что ферма в Красном построена не по типовому проекту А по индивидуальному заказу СПК «Харп» После официальной части для гостей Среди которых были и бывшие работники кооператива Провели экскурсии по производственным помещениям По ихнему заказу Вот конкретно сидели над каждым пунктом Под наши условия, под наши потребности Нигде, допустим, вот такой бычар не едут Понимаете, это чисто их Помолочные тоже Чисто вот Надо сказать, что руководители хозяйства Очень громадно к этому подошли Мы даже, у меня зампоснабжения Полковый опытный человек, который там В жизни уже там все переведет Говорит, в чем сложность это, Павел Васильевич Он говорит, сложность в том, что они все там хорошо знают И мне приходится там подбирать Начать коррективы все подбирать Да, выискивать и подбирать Строительство фирмы стало возможным Благодаря комплексной государственной поддержке Субсидиям из окружного бюджета В прошлом году кооператив получил Из окружной казны порядка 15,5 миллионов рублей Субсидии за каждый килограмм Реализованного или переработанного молока С начала года в СПК было перечислено Свыше 6 миллионов рублей субсидия На повышение продуктивности в молочном животноводстве Теперь руководство сельхозпроизводственного кооператива Уверенно смотрит в будущее В перспективе, соответственно, это увеличение поголовья Крупного рогатого скота, то есть дойного стада На сегодняшний день у нас 32 головы Значит, у нас рассчитано на 50 голов дойного стада И на 50 телят Это самое И увеличение удоев, соответственно При таких условиях, я думаю, что можно работать И работать, как говорится, не покладая рук Сейчас на ферме содержатся телята, нетели, дойное стадо, бык и лошади По словам Надежды Каневой, пик надоя приходится на период с марта по сентябрь Когда объем молока достигает порядка 900 литров в сутки В первую очередь молоко реализуется в детские сады и местные магазины У нас выпускается, как и было, выпускали мы Масло, творог, сливки питьевые, сливки пластические Иногда продаем, кто спрашивает, молоко Это все в магазине три раза в неделю у нас Рады новоселью не только работники фермы, но и животные Представительницы рогатого поголовья оказались весьма гостеприимными И с трудом сдерживали свои эмоции Что касается старого здания фермы То в будущем его планируют снести А территорию использовать под выпас крупнорогатого скота И хранение сена и сеножа По департаменте природных ресурсов Экология и агропромышленного комплекса Нинецкого округа Подвели итоги добычи водных биоресурсов за 9 месяцев текущего года За это время, с учетом морского рыболовства Объем вылова составил чуть более 12 тысяч тонн Квоты по региону при этом освоены на 83% Большая часть улова приходится на морской промысел Суда Нинецкого рыбако-хозсоюза в Баренцевом море Выловили порядка 9 тысяч тонн трески Более 2 тысяч тонн пикши А также свыше 727 тонн скумбрии 132 тонны креветки Порядка 33 тонн окуня И более 3,5 тонн сельди Общий вылов рыбы на внутренних водоемах округа Составил порядка 287 тонн Что на 34% выше аналогичного периода прошлого года Улов промышленников за 9 месяцев составил 271 тонну Индивидуальные предприниматели и рыболовецкие колхозы Добывали в реках и озерах региона Навагу, ряпушку, сига, азиатскую корюшку, щуку, семгу и другие виды рыб Рыбаки-любители на рыбопромысловых участках Чайкино и городской Выловили более 15 тонн рыбы Большую часть их улова составляет сиг, семга и горбуша В целом на внутренних водоемах округа полностью освоены региональные квоты по ряпушке Высокий результат освоения также у сига, семги, омуля, гольцов, горбуши и пеледи В Коме считают перспективной дорогу Сыктывкар на Ринмар с точки зрения выхода к морю Строительство трассы даст республике прямой выход к Северному морскому пути Так прокомментировал идею строительства трассы заслуженный дорожник Коми Евгений Михайлов В Коме также считают, что трасса Сыктывкар на Ринмар будет выгодна с точки зрения логистики Не только для республики Неницкого округа, но и для других регионов России Напомню, автодорога Сыктывкар на Ринмар строится с двух сторон Участок дороги на Ринмар-Русинск строит Неницкий автономный округ На строительство трассы оба субъекта привлекают средства из федерального бюджета В октябре 2017 года завершится строительство четвертого участка дороги на Ринмар-Русинск Ранее правительство Российской Федерации выделило округу 150 миллионов рублей На первый этап строительства третьего участка автодороги Также ранее в Минтранс России было направлено письмо за подписью глав обоих субъектов о возможности внесения автодороги Сыктывкар на Ринмар в перечине автомобильных дорог в общего пользования федерального значения В Наринмаре продолжаются работы по реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» На средства программы в этом году в столице региона благоустраивают одну дворовую территорию в Качгарте в районе улиц 60 лет Октября и Строительная а также одну общественную территорию в микрорайоне Старый Аэропорт Результатом работ станут современные детские площадки и благоустроенная дворовая территория В районе жилых домов по улицам 60 лет Октября и Строительная кипят работы По проекту весь двор и подъездная часть будут выложены брусчаткой В центре появится детская площадка с игровыми элементами и травмобезопасным покрытием Кроме того, будут установлены 9 опор освещения Стоимость контракта на благоустройство этого двора составила 12 миллионов 400 тысяч рублей Сдать объект подрядчик компания РИЦ должна была еще 30 сентября Подвела логистика и погода Строители обещают все работы завершаться к концу октября Кстати, в конкурсе заявок на благоустройство этот двор получил наибольшее количество баллов Первое место заняла вот эта площадка по дворовым территориям Естественно, жильцы сами выдвигали свои требования, что они хотели здесь видеть Потом данная площадка проходила общественное обсуждение То есть месяц она висела на сайте, для того, чтобы каждый мог ознакомиться И потом проходили общественные слушания То есть то, что здесь будет реализовано, это некая квинтэссенция желаний жителей Благоустроить именно таким образом свою дворовую территорию Еще один объект в рамках приоритетной федеральной программы Обустройство общественной территории в микрорайоне Старый аэропорт Здесь работы подходят к завершению Подрядчик монтирует игровые элементы, скамейки и урны В ближайшие дни площадка будет готова к открытию Следующий детский объект готовится к сдаче в эксплуатацию в микрорайоне авиаторов На улице Швецова Детская площадка разделена на несколько зон И учитывает интересы всех возрастных групп Одна из них будет предназначена для малышей до трех лет Другая для тех, кому чуть больше В третьей зоне смогут проводить свой досуг ребята постарше Играть в баскетбол или мини-футбол Нужно дополнительную ограждающую конструкцию поставить Для предотвращения, чтобы машины ставили перед въездом Какие-то столбики или что-то такое То бы невозможно было прокопать Да, да, да Показательный пример именно на многих детских площадках Перед въездом прямо ставят автомобиль И мамы с колясками не могут пройти элементарно Строительство детской площадки на Швецово Финансирует компания «Лукойл Коми» в рамках соглашения Идея строительства такой площадки появилась после посещения Усинска Там аналогичный объект появился также при поддержке нефтяников В связи с техническим сбоем в работе регионального центра социального процессинга Информационной системы, обеспечивающей работу социальной карты Возникли проблемы с зачислением на нее льгот Об этом сообщает отделение социальной защиты населения В казенном учреждении пояснили, что сбой системы затронул лишь те социальные карты Где продлевалась услуга по получению льготного питания для детей в возрасте до 3 лет Это порядка 200 человек, каждый десятый пользователь соцкарты В настоящее время Ненецкий информационно-аналитический центр Совместно с разработчиком информационной системы устраняют неполадки Как заверил руководитель центра Павел Окладников, последствия сбоя будут устранены сегодня При этом гражданам, у которых в настоящее время не работает социальная карта Нужно обратиться в отделение социальной защиты населения лично Либо написать заявление по электронной почте Как отметил руководитель профильного департамента Сергей Свиридов Льготное детское питание обязательно будет выдано всем, кто не смог его получить из-за проблем с картой На сегодняшний день держателями социальных карт в Ненецком округе является почти 2000 человек Срок выплаты компенсации окружным донорам планируют сократить с 30 до 3 дней По обращению граждан Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ Готовят изменения в порядок предоставления соответствующих выплат Изменения касаются сроков осуществления компенсации стоимости обеда Они будут значительно сокращены Проект документа профильный департамент представит на очередном заседании администрации Ненецкого округа В соответствии с федеральным законодательством донорам за каждую сдачу крови и ее компонентов Из бюджета округа выплачивается компенсация стоимости обеда в размере 933 рубля В настоящее время компенсация переводится в течение 30 дней с момента обращения Этот срок перечисления средств казенным учреждениям предлагается сократить до 3 дней Еще 2-3 дня традиционно банк может осуществлять перевод На сегодня в регионе более 340 человек являются постоянными донорами Из них 2 трети сдают кровь 3 раза в год, треть находится в резерве Активные доноры из окружной казны получают единовременную денежную выплату в сумме 1000 рублей за каждую четвертую и последующую кроводачу Список почетных доноров, тех, кто сдал кровь не менее 40 раз за свою жизнь, включает 153 жителя региона Ими с федерального бюджета выплачивается ежегодно дополнительно 13 тысяч рублей Из окружного – 3 тысячи рублей ежемесячно При отсутствии медицинских противопоказаний донором крови может быть любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации Чей вес тела превышает 50 килограммов Активные лидеры, молодые профессионалы и яркие общественные деятели Делегация Нинецкого округа отправилась представлять наш регион на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов Сочи Делегация Нинецкого округа сегодня отправилась на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студенчества, который пройдет в городе Сочи Вылет был запланирован накануне, но из-за нелетной погоды 15 окружных счастливчиков отправились на фестиваль только сегодня Нинецкий округ представят 15 делегатов Это представители общественных организаций, студенты, молодые педагоги и политики, спортсмены и музыканты Кроме того, на форум отправятся экспоненты, которые будут оформлять стенд о Ниницком урге и представители СМИ. Заявок было подано 49 на участие в конкурсе, только на участие в состав делегации. Волонтерских заявок было подано около 10. И всего, то есть получается, было подано 59 заявок на 15 мест в состав делегации и на 3 волонтера. Ребята будут представлять наш субъект практически на всех площадках фестиваля. Исключение составляет только площадка, которая связана с космосом будущим и со строительством самолетов. А остальные все площадки, здоровый образ жизни, творчество, наука, культура и так далее, у нас будут везде представлены по одному, кандидату будет. Участниками 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер. Представители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой. Данное мероприятие представляет собой развитие, развитие знаний в компоненте посредством дискуссий и тренингов, в результате которого должен сложиться образ будущего России и мира в целом, разработка и решение проблем, существующих в мире. Что ждешь от форума? В первую очередь это узнать что-то для себя новое, интересное, познакомиться с интересными людьми, которые проживают не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. Ну и самое главное, наверное, все, что я узнаю, там полезное, интересное, хотел бы воплотить на благо нашего региона и нашей страны. Я хочу больше все-таки про единоборство узнать, про международное единоборство. Мы сейчас готовим проект хороший, как раз по нашему северному единоборству, по нинейской борьбе. То есть в этом плане хочется пообщаться и узнать больше мировой опыт в этом плане. Стартует фестиваль в Москве, где 14 октября пройдет международный парад «Карнавал студентов». Кроме этого, в первые три дня фестиваля 2000 иностранных участников посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока. Сегодня в Норинмаре завершила свою работу передвижная межрегиональная выставка «Пустозеры и Усцелема». О выставочном зале Дворца культуры Арктика посетители узнали о сходстве и различиях двух русских селений на Печоре. После демонтажа выставка отправится в Усцельму. На межрегиональной выставке «Пустозеры и Усцелема» можно было увидеть предметы из коллекции музея-заповедника «Пустозерский» и музея Журавского из Усцельмы. Пустозерские Усцельмы на протяжении веков были тесно связаны. Через Усцельму пролегал древний путь из Москвы в Нижнепечорье. Связывало жителей этих населенных пунктов торговля. Сверху ее ввезли лес и жито, снизу шли рыбные обозы на зимние ярмарки. В то же время у жителей древних поселений немало различий. Как отмечали путешественники 19 века, отличались и образ жизни, и одежда, и говор. Даже прически Усцелема и Пустозеры носили разные. А вот у сына у нас раньше-то чай вообще не пили. Мужики считали чай пить, без потомства жить. А пили-то кипящую воду из самовара. Ходя ей 15 чашек купят. А робили-то тогда с темна до темна. Вечером-то с работы-то придут. Кислые-то соленые рыбки намачутся. И вот и хлешут из самовара кипяченую воду согреваются. Ну, наши-то земляки чай пьют и зимой, и летом. На выставке можно увидеть коренные фамилии семейства Усцельмы и Пустозерска. Ирония заключается в том, что те и другие семейства объединялись в Наринмаре, участвовали в строительстве города и считаются исконно наринмарскими. Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды.